Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария. В студии Альберт Корцаев. Вначале коротко о главных темах выпуска. Главная задача – не допустить чрезвычайной ситуации. В Доме правительства сегодня прошли сборы глав городских и сельских поселений. Насекомые и вирусы вместо яда химикатов. Ростельхозцентр республики разрабатывает новые методы защиты растений. Мир не без добрых людей. В Кенже прошел благотворительный концерт в пользу трехлетнего мальчика, больного ДЦП. Сегодня депутаты парламента КБР единогласно проголосовали за поддержку организаций, выпускающих алкогольную продукцию. Предлагаемый законопроект является своеобразным стимулом к тому, чтобы отрасль смогла набрать не только былые обороты, но и вдохнуть жизнь в сопутствующее ей производство. Кроме того, львиная доля бюджета республики формируется за счет акцизов на винноводочную продукцию. Сегодня из 40 предприятий, производящих алкоголь, в республике работают лишь несколько. И как следствие, в прошлом году бюджет недополучил почти 1 миллиард рублей. На фоне этого предложенный главой республики проект закона о мерах государственной поддержки организаций, выпускающих алкогольную продукцию, один из самых актуальных. Депутаты поддержали. Законопроект был обсужден и принят в первом чтении 31 января текущего года. Мы тогда говорили, что сегодня мы обсуждаем концепцию без замечаний и предложений. Ко второму чтению к данному законопроекту поступило 11 поправок, 9 из которых сегодня предлагается к принятию. Кроме того, Комитет по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности предложил изменения в документ о мировых судьях КБР, а также привлек внимание к проблеме обеспечения общественной безопасности в республике. Исполняющий обязанности руководителя администрации главы КБР Залим Кошироков предложил назначить членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации Баксанского муниципального района. На заседании парламента также подведены итоги работы высшего законодательного органа КБР за 2012 год. О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций говорили сегодня в Доме правительства. В Кабардино-Балкарии уже есть единая электронная система, которая в случае необходимости может известить население о надвигающейся беде. Правда, подключены к ней меньше половины административных округов. А между тем, перед республикой сегодня стоит задача по созданию единого информационного пространства, которое впоследствии станет основой федеральной экстренной службы 112. О путях решения вопроса расскажет наш специальный корреспондент Наталья Булат. Сегодня все внимание уделили теории, чтобы, если потребуется, уже завтра на практике уметь оперативно реагировать на любые чрезвычайные происшествия. От слаженности властей на местах в большинстве случаев зависит минимизация последствий того или иного ЧП. Потому доклады были напрямую связаны с действиями руководителя муниципалитетов. К чему приводит отсутствие должного взаимодействия. Определение масштабов стихийного бедствия, соответственно, и оперативного реагирования ярко показала прошлогодняя трагедия в Крымске. Самая главная задача, чтобы мы все понимали о том, что мы не должны на территории допустить через ситуацию. Будь то пожары, будь то гибель людей на воде. Поэтому сегодня это, я считаю, очень большая тема. И я думаю, что если все подойдут к этой тематике как положено, я думаю, у нас проблем в республике в данной части не было. В республике действует единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Однако подключились к ней только пять муниципальных образований, отметили в ведомстве. До 1 марта подтянуться остальным поставил задачу Казиму Янаев. Это существенно упростит создание единого информационного пространства, а впоследствии станет основой для федеральной экстренной службы 112. При этом в администрациях городских и сельских поселений нужно расширить отделы, отвечающие за безопасность населения. Качественно решать данные и вопросы один человек не способен. Отсюда вытекают многие проблемы, выявленные в ходе проверки муниципальных образований. А именно, поверхностное решение вопросов, недостаточное планирование действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, отсутствие знания, а самое главное, стремление должностных решений решать вопросы защиты населения территории. Кабардино-Балкарии предстоит перейти на качественно новый уровень обеспечения безопасности населения, подчеркнули в МЧС только в прошлом году. На приобретение специализированной пожарной техники из федерального бюджета выделили 16 миллионов рублей. Республика в лидерах среди регионов СКФО по созданию добровольных дружин необходимо продолжить обустройство мест для отдыха в летний период. Выполнять или не выполнять вопрос не стоит. Есть указы президента Российской Федерации, а мы не должны сомневаться. Их надо точно выполнять в сроке. Если в городском округе Нальчика создана спасательная служба, ее тоже не было буквально два года назад. А вот здесь городской прокладный и фоксан тоже подобный модель. Это все выполнение наглогимых правовых документов. График профилактических мероприятий для муниципалитетов подписан. Детали с несколькими районами в режиме видеоконференции руководство республиканского МЧС обсудят уже сегодня. Наталья Булат, Аслан Хандоха, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня исполнилось бы 55 лет Борису Жирукову. Общественный и политический деятель. Ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета. Человек высокой чести и настоящий патриот своей республики. Он пользовался безмерным уважением коллег и всех, кто был с ним знаком. Жизнь Бориса Жирукова трагически оборвалась 25 декабря прошлого года. В аграрном университете, который приобрел свой статус благодаря его ректору, сегодня прошел вечер памяти. В зале все те, кого пригласили заранее на юбилей Бориса Жирукова. В связи с трагедией его переносить не стали. Просто вечер получился особый. Чуткий семьянин, надежный и верный друг, профессионал своего дела. Его жизненным приоритетом были слова «победить добром». На сцену поднимались коллеги, друзья, студенты. Рассказывали о том, какой души человек был Борис Жируков. Он был отцом для студентов и аспирантов. Просил старшее поколение прислушиваться к слову молодежи, считаться с ним. Каждый, кто хоть раз сталкивался с ректором аграрного университета, скажет. Это яркая, умеющая радоваться жизни личность. Борис Каджимуратович был заметной фигурой на республиканской политической арене. Вел активную общественную и научную деятельность. Он дважды избирался депутатом парламента ГБР 3-го и 4-го созыва. И возглавлял фракцию «Единая Россия». Сегодня на нашем канале в 20.40 смотрите фильм «Всем сердцем», посвященный памяти Бориса Жирукова. Продолжаем выпуск. Федеральные власти высоко оценили работу агрария в Кабардино-Балкарии. В республике увеличились валовые сборы, возросла урожайность сельхозкультур, особенно кукурузы. Мощный импульс получили овощеводство, интенсивное садоводство на основе европейских технологий. Успехи и АПК заслуга в том числе и специалистов филиала Россельхозцентра по КБР. Тему продолжит Марина Безирова. Растет спрос населения на экологически чистую сельхозпродукцию. Поэтому сегодня очень актуально применение биологических методов защиты растений вместо ядохимикатов. В том числе использование насекомых, бактерий, вирусов против вредителей сельхозкультур. Наблюдение специалистов Россельхозцентра показывает, химическая обработка в той или иной степени вредит растениям, снижает урожай. Биометод особенно эффективен против саранчи и совки, отмечают специалисты. Сегодня филиал Россельхозцентра оснащен современным лабораторно-аналитическим оборудованием, укомплектован опытными специалистами. Здесь же в филиале кафедры растений и водства Кабардино-Балкарского аграрного университета работники сельского хозяйства повышают свой профессиональный уровень, их консультируют по вопросам семеноводства и защиты растений. У нас здесь прорабатываются вот эти инновационные ресурсосберегающие технологии с участием широких специалистов, круга специалистов. Мы обязательным образом строим свою работу так, чтобы эти инновационные технологии, ресурсосберегающие технологии, особенно внедрение высокоэффективных сортов и гибридов, сельскохозяйственных культур, нашли свой отлик практически на полях наших. Сегодня рядовой сельский агроном остро нуждается в консультационной и практической помощи. Это связано с переходом к инновационным технологиям, ростом производства средств защиты растений, появлением новых видов вредителей и болезней. В этих условиях на помощь приходят специалисты центра. На этом приборе мы определяем качество пшеницы, ячменя, по пшенице мы определяем влажность, кликовину, а также белок. По ячменю определяем белок и влажность. Мы можем определить полный анализ кукурузы сделать, также полный анализ комбикормов. В прошлом году специалисты Россельхозцентра провели анализ всех семян яровых, зерновых и зернобобовых, а зимных культур отобрали около двух тысяч контрольных проб. Проведена также апробация посевов сельхозкультур. Нынешние зима и условия весны также благоприятны для массового развития мышевидных грызунов. Но принятые меры позволят одолеть и эту напасть, отмечают специалисты Россельхозцентра. Марина Безирова, Сафар Гириев, Анатолий Диреко, Вести, Кабардино-Балкария. В эти минуты в Весентуках проходит курортный форум «Кавказская здравница». Организован он правительством Савропольского края и призван развить экономический и туристический потенциал Республик Северного Кавказа. В его работе принимают участие организации санаторно-курортного комплекса и гостинично-ресторанного бизнеса. Представители крупнейших туроператоров и турагентств из различных регионов России. Делегации из Кабардино-Балкарии тоже участвуют в «Кавказской здравнице». И мы по телефону связались со специалистом ОАО «Курорты Нальчика» Марьяной Бжаховой. Действительно, сегодня в проходящем в городе Исентуки Южно-Российском форуме «Кавказская здравница-2013» принимает активное участие делегация санаторно-курортных учреждений «Курорт Нальчик». В форуме принимает участие большое количество руководителей предприятий санаторно-курортного и гостиничного бизнеса, специалистов туринфизов и здравоохранения, а также более 160 туроператоров. Вчера состояла встреча генерального директора акционерного общества «Курорт Нальчик» с министром курорта и туризма Савропольского края. Сегодня активно ведется работа по заключению договоров с туроператорами. Наша делегация ознакомилась с предлагаемыми услугами отдыха и лечения на Кавказских минеральных водах, приобрела новых партнеров, поделилась знанием и опытом работы. Специально для программы «Весика Бальдина-Балкария» Марьяна Бжахова, специалист по связям с общественностью акционерного общества «Курорт Нальчик». К другим темам. Министерство труда России предлагает расширить возможности использования материнского семейного капитала. Например, как источник для выплаты пособий небогатым семьям, где есть малыши, но детские матерям уже не полагаются. Это сообщение публикует сегодня российская газета. Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет. За счет материнского капитала планируется дать возможность получать определенную сумму с полутора до трех лет. Федеральное ведомство пенсионного фонда уже отреагировало на эту инициативу. Здесь не видят технической сложности в том, чтобы ежемесячно выдавать семьям какую-то часть средств. Надо лишь разработать четкие правила отбора получателей. Чтобы семья была признана малообеспеченной, и заработок мужа и отца двоих детей должен быть меньше 27 тысяч рублей. Это четыре прожиточных минимума. Семьи, безусловно, хотят получать часть материнского капитала наличными деньгами и тратить их на текущие нужды, признают инициаторы идеи. Однако такая выплата должна быть правом, а не обязанностью. А между тем, в Кабардино-Балкарии каждый третий ребенок не может получить дошкольное образование. Проблема нехватки мест в детских садах существует уже не первый год. По данным Министерства образования и науки КБР, особенно остро стоит вопрос в Урванском, Чирекском и Чигемском районах. Тем не менее, власти утверждают, что к следующему году очередь в детсады будет полностью ликвидирована. В Урванском районе уже нашли пути решения. Какие именно, расскажет Елена Кушхова. В управлении образования Урванского района с проблемой знакомы. Сегодня получить дошкольное образование не могут более 800 детей. Снизить очередь в детсадах должна муниципальная программа, которую разработали местные власти. Один из пунктов ее реализации – регулярный мониторинг учреждений. Мы вынуждены проверять реальную наполняемость групп. Не все дети, которые проходят по списочному составу, на самом деле находятся в детском садике. По причине развода, отъезда, других дел, родители сохраняют место, но при этом не приводят детей в детский садик. Еще один этап программы – создание новых дошкольных мест. Однако здесь и возникают трудности, чаще всего финансовые. Так, в детском саду Нальмас сегодня обучается около 200 детишек. Но учреждения готовы принять еще 100. После перевода художественной школы мы бы смогли открыть еще 4 группы. Но там требуется большой ремонт. Это замена окон, дверей, санузлов, канализации. А это уже Нордкалинское шестое общеобразовательное учреждение. Учащихся здесь немного, потому целый корпус пустует. Небольшая реконструкция позволит открыть 100 мест для дошколят. Правда, и здесь требуются вложения. Однако финансирование проблему решит не полностью. Очередь в детсадах района сократится лишь наполовину. В целом же в республике сегодня не могут получить дошкольное образование около 3000 малышей. Елена Кушкова, Осман Казаков, Анзорка Широка, Вести, Кабарзин, Балкария. Поможем Айдамирчику вместе. Благотворительный концерт с таким названием прошел накануне в ДК поселка Кенжи. В полтора года у Айдамира Камготова обнаружили ДЦП и эпилепсию. На лечение мальчика требуется немало средств. Призывы о помощи малышу неоднократно звучали и на нашем канале. Жители родного села отозвались первыми. На акции побывал и наш корреспондент Осман Казаков. Ему слово. Дом культуры Кенжи. Афиша с призывом помочь мальчику. Здесь собрались все, кому не безразлична судьба маленького Айдамира Камготова. Информационную поддержку оказала и наша телекомпания. Кстати, идея провести благотворительный концерт композитору Аслану Мамиеву пришла именно после просмотра сюжета в новостном выпуске программы Вести КБР. В нем говорилось о мальчике, который именно нуждается в помощи в лечении. Я даже тогда и не запомнил, как его зовут, этого мальчика, и фамилию. Название концерта «Поможем Айдамирчику вместе» родилось в голове сразу, говорит Аслан. На призыв организаторов отозвались друзья, звезды местной эстрады. Еще до начала представления мама мальчика Фатима Камготова призналась. Такой поддержки от населения не ожидала. После двух курсов лечения, а для полного выздоровления необходимо пять, у Айдамира уже наблюдается положительная динамика, говорит она. Уже в марте им предстоит пройти очередную реабилитацию в Московском практическом центре Института медицинских технологий. У нас выставлен счет предварительный. Счет всегда выставляется предварительно, потому что там на месте его обследуют, делают новые анализы, и по состоянию анализов может быть больше, может быть меньше. А по предварительному счету у нас в данный момент хватает. На благотворительном концерте удалось собрать 66 700 рублей. Сумму уже передали в руки мамы Айдамира. Слова глубокой благодарности всем, кто участвовал в нем, выразил старший брат Айдамира Тамерлан. Спасибо всем. Осман Казаков, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. Пока это вся информация. Далее о прогнозе погоды на завтра расскажет Зухраб Шихачева. С итогами дня я и мои коллеги познакомим вас в 19.40. До вечера. Добрый вечер. В первый весенний день долгожданное солнце можно увидеть лишь в горах, но температура будет расти. Как сообщает информагентство Метео Новости, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. В Зольском районе потеплеет до плюс 3, облачное и дождливо. Минусовые параметры сохранятся в горах. В дневные часы у подножия Эльбруса снег минус 6-8, ночью холоднее на пару градусов. Чуть слабее морозы в Тернаузе, минус 3, но с осадками. На большей части Баксана, Чигема и Норткалы воздух будет активно прогреваться местами до 5 тепла. Близкая по показателям погода в Прохладницком и Майском районах. Те же плюс 3-4 градуса в Терском и Лискенском и почти везде пройдут дожди. Среднесуточная температура в Черекском районе достигнет 2 тепла. В Нальчике завтра значительно теплее, до плюс 5. Облачно основным неблагоприятным фактором будет дождь. Такую погоду на завтра обещают синоптики. Всего доброго!